Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами одной интересной и полезной информацией. И речь пойдет о рыбалке в апреле месяце. И о тех ошибках, которые частенько рыбаки допускают. То есть, те ошибки, которые не нужно делать, и о них не нужно забывать. Друзья, сразу перейдем к одной очень весьма распространенной ошибке. А именно, ее допускают частенько молодые и начинающие рыбаки. Не будем, друзья, забывать, что в апреле месяце это всегда идут дожди. Всегда маленькие или крупные, то бишь ливни. Я как-то раз попал под ливневый дождь. Вот, чуть не вымок, если бы я не взял с собой палатку-кулек. Самодельная палатка-кулек, это, друзья, как раз та самая золотая середина. То есть, в апреле месяце без укрытия лучше не ходить без какого-либо. Без плаща китайской палатки или самодельной палатки-кулек. Но палатка-кулек это золотая середина. Потому что, когда идет ливень, к примеру, всегда дует ветер. Находясь в плаще, полы плаща немножко колышутся. Можно вымотить и штаны, и сапоги. Китайские палатки промокают нехило. Вместе с палаткой потом в дальнейшем сушить придется и вас. Я вам, друзья, это не специально рассказываю про самодельную палатку-кулек. Когда попал под ливень, то есть вода на льду запузырилась, через 15 минут рыбалки, на рыбалке остался только я один. Потому что находился в самодельной палатке-кулек. Все остальные рыбаки ушли. Самодельная палатка-кулек, в принципе, ловить не очень весьма хорошо и комфортно. Пока дождь идет, вы находитесь в укрытии. То есть, одели на себя палатку и все. Дождь закончился, палатку сняли. Места много в ящике не занимает. Золотая середина. Как раз эта самодельная палатка-кулек, идеальная палатка для апреля месяца. Так, друзья, с укрытиями, так сказать, разобрались. В лучшем случае, если вы пойдете без укрытия, попадете под дождь, рыбалку придется закончить. В худшем случае и рыбалку закончите, и простынете. Давайте, друзья, в самом начале перейдем, в принципе-то, к насадочкам. Покороче. Коротенечко. То есть, рыба в апреле месяца к насадкам не избирательна. А именно, она предпочитает все виды животных насадок. Будь то опары, шматыри, членя, короед, рыбей и другие, которые есть у рыбака. Какие-то из них вы можете насобирать или накопать, какие-то просто купить в рыболовном магазине. Но, повторюсь, в апреле месяце рыбак насадкам не избирательна. Все, что, как говорится, летает, ползает и движется, и нацеплено на мормышку, на все это рыба клюет. То же самое, друзья, касается, в принципе-то, и мормышек. Не выносите все мозги, не заморачивайтесь. Какая у вас есть мормышка на зимней снасти, на лозочке стоит. На все эти мормышки, независимо от формы, либо от цвета, рыба у вас ловиться будет. И уж ни в коем случае не лезьте в интернет и не ищите специальные волшебные мормышки для ловли рыбы в апреле. Уверен, что найдете. Но этим бредом заморачиваться не нужно. На все мормышки, которые есть на ваших зимних снастях, рыба клевать будет. Любая рыба. Уклейка, плотва, елец, окунь, ерш, лель, густера и другие. Теперь, друзья, коротенько перейдем к прикомкам. Апрель месяц такое время, когда, в принципе, на рыбалке со льда прикормка, честно говоря, большой такой роли не играет. Но в плане, что рыба активная. Вся рыба, будь то ерш, будь то окунь, ерес, плотва, густера и другие рыбки, которые плавают, в принципе, на реке. Как в стоящем водоеме, так и на речке, к примеру. То есть, если вы добавите лунку в прикормку, в принципе, лучше, честно говоря, не будет. Хуже не будет, но и лучше, в принципе, это тоже не будет. Потому что апрель месяц это такое время, когда лучше всего рыбу искать. Пришли на водоем, сделали с работом 5, 6, 7, 10 лунок, обловили все. И в тех лунках, где вы видели поклевки, будет ловиться вся рыбка. Не надо туда ничего, в принципе, добавлять. Никакой прикормки. Опять же, насчет супер-пупер прикормок для апреля месяца. Не заморачивайтесь и не лезьте в интернет. В поисках этих самых волшебных супер-пупер прикормок для апреля месяца. Уверен, найдете. Но если вы нашли рыбу лунки, просто сидите тихо и ловите. Рыба активная. Будет клевать вся рыба, которая есть под вами. Тех видов и тех размеров. И когда вы сделали, допустим, в десяток лунок, и вы знаете, что вот из этих десяток лунок, допустим, в трех рыба есть. Когда клев закончился в первой, просто перейдите на вторую, в которой были поклевки. И опять же, ловите рыбу. Когда закончится клев во вторую, перейдите тихонько на третью и ловите в ней. Он, друзья, специально сказал не добавлять прикормку лунки. А многие рыбаки, в принципе, это добавляют. И дальше говорил еще об одной вещи, что в апреле месяце вся рыба активная. Вся отвершая до рища. Давайте, друзья, не будем думать про такую рыбку, которую я называю всегда несоцепляйка. Добавив несколько горшней в лунку прикормки, мы соберем под своей лункой огромнейшее количество несоцепляйки. Это такая рыбка со спичечным коробок. Клюет страшное дело, но не поймать. Сантиметров, ну, максимум пять. То есть положить в пич на коробок, острчать не будет. Кому нужна такая рыбка? Вот, кажется, как в глаза стыдно будет глядеть. Но, друзья, это несоцепляйка. Она также активная, еще активнее, чем вся остальная более крупная рыбка. И под вашей лункой соберется столько этой самой незоцепляйки, что от нее потом не избавиться. Избавиться от нее можно только один, одним путем встать и просто уйти. Хорошо, если она за вами не поплывет. Но это шутка. Еще, друзья, не менее, в принципе, это распространенная ошибка, которой я, наверное, уже во многих видеороликах говорил. Не подходите к большому скоплению рыбаков. Отойдите от рыбаков как можно дальше. Ну, во-первых, там можно встретить кучу этой самой незоцепляйки, о которой я сейчас только что рассказывал. Вот, да, давай, допустим, там пол пакета манки в лунку. Вся незоцепляйка с реки. Или залива затуна плывется в одну кучу. А вы будете находиться где-то рядом. Кто-то из рыбаков такое может сделать. Ну, и как вы думаете, какую рыбу будете ловить? Попробуйте угадать в двух раз. Правильный ответ – незоцепляйка. И еще, друзья, помимо незоцепляйки вас могут опулить. Слева, справа, спереди и сзади, как говорится. Ну, на больших глубинах, там где 3-4 и более этакие метра, бурение вокруг вас на клев никакой роли не сыграет. Потому что глубоко, далеко до дна. А вот если вы находитесь, например, на глубине метра или полтора, или менее метра, то бурение вокруг вас, все, поставит, в принципе, крест на всей вашей рыбе, на всей вашей рыбалке. Потому что на таких глубинах бурение вокруг вас очень сильно играет на клев рыбы. То есть, допустим, у вас клев идет хороший, рыбки попадаются, а у рядом сидящих клев весьма такие худенькие. И начинается бурение вокруг вас. В итоге потом поставить, поставить такой жирный большой крест. Самый простой вариант в этой ситуации, самый-самый и результативный на все 100%. Встать и уйти с того места. А самый простой вариант, лучше к этому месту вообще не приближаться. Ну и в заключении, друзья, в принципе, с укрытием разобрались, вам мышками, насадками, прикромками, в принципе-то, разобрались. Давайте сейчас разберемся о выборе местности. Я, в принципе, не сторонник большой глубин, в принципе, и вам, друзья, советую. А зачем эти глубины, где там 3, 4, 5 и более метров? Вот и пользуйся в этой леске. Отпускай, да, заставай, да. А еще бывает, не дай больше, эту леску захлестнет за прозрачный лес, за лед. Мало того, что лед прозрачный, леска прозрачная, а у вас там метров несколько отлетело на этот лед, лед, вот, от цепля потом сиди. Поэтому самый оптимальный и самый хороший вариант, в принципе-то, береговая зона. Я всегда люблю береговую зону, глубина до одного, в принципе-то, метра. То есть, чтобы будете ловить, друзья, в апреле месяце на глубинах 3, 4, 5, 6 и более метра, чтобы у человека на глубинах до одного метра, рыба тех видов и тех размеров одинаковая. Поэтому разница лишь только, друзья, в одном. В леске, в большом количестве лески. И потрачено времени на подъем и отпускание мормышки и доставание рыбы. Лишь только в этом, друзья, разница. Во всем других, во всем другом, друзья, разницы нет никакой. Вы смотрели видео об ошибках рыбалки в апреле. Меня зовут Димон. Как-то так.